Добрый день! В прошлом видео я вам показывала эту оршидейку, как я ее приобрела и в каком она состоянии, какого цвета, я чуть позже покажу. А сейчас покажу, как я буду избавляться от плохих корней. И здесь был еще вредитель. Прямо пролетел этот трипсик, бабочка трипсика. И я обработала вот таким препаратиком от шкидников и живления. Поэтому она у меня обрызгана. Я снимаю в тот же день сразу же видео. Так как у меня выключился просто телефон, мне нужно продолжить видео, потому что если затянуть этот процесс, эта орхидейка зачахнет вообще полностью. Посмотрите, в каком она состоянии и что она себя представляет. Вот я беру секатор и хочу достать ее с этого субстрата. Сейчас возьму подносик. Берем подносик. Так, может быть, наверное, очень много мусора. И достанем ее в подносик аккуратненько. Валим. Субстрат у нее, конечно же, сплошной кокосовое волокно, что ли, что-то такое похоже. И нужно вынуть обязательно торфяной стаканчик. Так как от этого торфяного стаканчика все беды. Но тут вынимать уже нечего. Можно его просто срезать. Вот видите, он сам отпал. И вот эти корешочки все сгнили. Это все нужно почистить, обработать. То есть корневую шейку, скорее всего, придется обрезать, укоротить до половины. Ну, сегодня этим и займемся. Что же делать? Нужно так нужно. Надо спасать орхидеечку. Видите? Вот. Все непригодно. Еще бы чуть-чуть она постояла в магазине. И вообще ей ничего бы не светило. Никакие жизненные признаки. Так я ее обрежу. Вот так. Вот эту часть полностью я обрезала. Она не нужна. Цветонос придется удалить. Очень красивый цветочек. Я его поставлю в водичку. Будет он мне еще радовать своим цветением. Сейчас я вам покажу этот цветок. Замечательно. Смотрите. Сейчас у меня вспышка чего-то не работает. Не могу понять почему. Наверное, потому что я включила макросъемку. Это новый телефон дочке. Дочка купила. И я решила его испробовать. Ну, в общем, если не обрезать цветонос, Эту орхидейку спасти невозможно. Смотрите. Вот здесь вот грибок на ней. Черноты очень много. Но мне она очень понравилась. Вот корень какой хороший. Смотрите. Мне она очень понравилась. И поэтому будем ее спасать. Вот эти два-три листочка живые. Я думаю, что-то еще получится. Сейчас возьмем пинцетик. И буду по чуть-чуть снимать плохие части с этого растения. Чешуечки. Вот этот корень хороший, но он здесь надломан. И чернота. Вот видите. Вот чернота пошла по всему. Вот здесь чернота. Так мне жалко эту орхидеечку. Она такая красивенькая. И как увидела ее цвет, ну, вот такая красавица прям стояла. Рим. Такая уцененка. Из всех уцененок красивая. Вот эти корешочки живые. Может даже удастся ей выжить. Вот чернота пошла. Ну, не зря я вам скажу, что их уценяют. Продавцы уже опытные. Они видят, насколько способна жизнеспособна та или иная орхидейка. Выживет она, не выживет. Они уже сразу ей ставят диагноз. Они как хирурги в том магазинчике работают. Поэтому все они знают. Наверное, придется вот эту часть еще обрезать. Не хотелось бы. А что делать? Вот видите? Черный корень. Что он мне даст? Ничего, только гниль пойдет дальше. Вот эти корешочки тоже. Ну, не знаю. Вы на своей орхидейке, наверное, так не экспериментируете, как я. А я попытаюсь эту орхидеечку обрезать до предела. и посмотрим, что с нее получится. Как она сможет отойти из такого состояния выйти и окрепнуть, стать здоровой, полноценной орхидеечкой. А этого я очень хочу и показать вам, как я к этому подхожу и какие у меня методы. В каком состоянии орхидейка вы все видели. Этот корень я тоже срежу. Смотрите, из-за чего. Видите? Сплошная чернота. И он практически не дает никакого питания. Желательно срезать и не возиться с ним. Сейчас. Этот бы я срезала, но не будет. Так. Обрабатывать я орхидейку ничем не буду, поливать не буду. Биостимуляторами я имею ввиду, никакими обрабатывать не буду. А от вредителей еще забрызгаю корневую систему. Так как я своими глазами видела грядителя. Он слетел, как я только вынула из горшочка. Даже не из горшочка, из упаковки. и он сразу же взлетел и полетел куда-то на другие мои орхидейки. Ну, чтобы он бороться, что же сделаешь. А помещаю я эту орхидейку в тепличку, которой были мои орхидеи до того. Вот, смотрите, сейчас помещу и покажу. После того, как я увидела этого вредителя, у меня такое чувство, что у меня по руке тоже ползает эти букашки всякие. Их, конечно, глазами не видно. Сейчас попробую уследить все. Может быть, что-то увижу какого-то вредителя. Наверняка есть в теплицах каким-нибудь. Ладно. Это я сейчас все уберу. Конечно же, выброшу. И покажу, в каких условиях будет жить моя орхидейка. Вот в этой тепличке парнини-парничок как бы мои реанимашечки пускали корни. А теперь будет здесь жить эта орхидейка. Вот этот корень слишком длинный и неудобно, ведь он на поверхности. Сейчас попробую его заглубить пониже. И он как раз будет касаться, пить водичку и одновременно держаться орхидейка будет. Мне надо, чтобы она как в тепличке была. Ой, палочка сломалась. Ничего себе, как она перегнила. Ничего бывает. Во! Видите, как хорошо. Вот. О! вот в таком состоянии эта орхидейка будет находиться в этой колбе. Посмотрите, какого она красивого цвета. Какая замечательная, прелестная орхидеечка. Название я, конечно, не знаю, так как это сильно убитая была реанимашка. Но я попробую ее оживить и спасти. Главное, что я ее сняла с нее все ненужные корешочки, которые не питали эту орхидею. Здесь, конечно, еще есть ненужные, но есть и нужные. посмотрим. Там черного сильно много, но надо пусть она немножко придет в себя, адаптируется. Цветонос срезать не буду. Если кто может помочь советом, помогайте. Есть более опытные археоманы, которые знают больше меня. Подсказывайте. Буду рада любому вашему совету. вот в таком состоянии я оставляю эту прекрасную орхидейку, чтобы она наращивала корневую систему. Если бы еще у этой орхидейки не было вот здесь черного, я не могу через вазочку показать, она не показывает. Вот она вот этого черного и были три корня большие. Можно было бы сказать, что она выживет сто процентов. Вот так у нее осталось два лист, три листочка и три поврежденных у основания шейки корешочка. Ну будем надеяться, что у нее будет все хорошо. Будем следить за ее состоянием. Я думаю, у нее все будет хорошо. Ставлю я ее не на окно, на полочку. Окно у меня напротив. Здесь у меня реанимашечки стоят. прошлое видео я снимала вам. Но еще не прошел даже ни один день. Нет результатов. Показывать пока не буду. Рано очень. И вот эту орхидейку тоже просила. Если кто знает название, подскажите, напишите в комментариях. Это восковичок. Тоже придется спасать. Но уже в следующем видео. так уже нет у меня времени. Уже очень поздно. И завтра хочу прикупить кое-какой препаратик. И покажу, как я буду ее спасать. Она не сильно в таком плохом состоянии. Но состояние плохое показало себя. Надо день два и надо срочно применять меры. Так как оно будет расползаться расползаться все дальше и дальше. Я бы конечно у меня аж руки чешутся. это сейчас снять и посмотреть что у него там внутри. Но это мы с вами будем производить в следующем видео. Кому интересно оставайтесь на моем канале. Будем снимать новое видео. Всем удачи, всем пока. А название пишите кто знает пожалуйста. Очень интересно. На горшочке ничего не написано. Весь горшочек обследовала. Продавцы тоже не знают. Разводят руками. Ну интересно. Всем удачи, всем пока. Субтитры Субтитры